Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Те, кто попал на это видео случайно, не является подписчиком, не знает предыстории и концепции канала, в двух словах скажу, что я человек, который уже, наверное, лет 7, возможно, 8, не пользуется никакой ходовой косметикой. Часто меня спрашивают, а макияж-то на тебе не натуральный, то есть это не уголек, который, в общем-то, ты достала из костра и брови себе нарисовала. Да, декоративной косметикой я, безусловно, пользуюсь, будучи прежде всего блогером, человеком, который хочет на камеру выглядеть чуть лучше, чем может выглядеть в обычной жизни. Но мое лицо никогда не покрыто тональным кремом, никогда не покрыто B&B, вообще никогда ничем я не покрываю свое лицо. Более того, я делаю пилинг из соды очень часто, я протираю свое лицо перекисью водорода, и вот буквально перед записью видео я подставляла свое прекрасное, надеюсь, прекрасное лицо под прямые солнечные лучи, потому что я считаю, что загар в миру это очень-очень хорошо, не только для здоровья, но и вообще для красоты кожи в том числе. И мне 38 лет. Кстати, недавно я была в магазине, это был магазин Эвроше, где я покупала карандаш для бровей, я рассказывала о нем в видео моей покупки, и мне предложили бесплатный набор, прямо-таки набор кремов. И я от него отказалась, я сказала, нет, спасибо, мне не надо. Девушки, они так удивились, две девушки-консультанты были на кассе, они очень удивились. Я сказала, вы знаете, я блогер, я в общем-то за то, чтобы ничем не пользоваться. Но и зря сказала мне одна из девушек, потому что я являюсь эстетистом. В Италии эстетист это человек, который занимается чисткой лица, делает массажи, наносит маски и так далее. Говорит, я работаю в салоне и могу сказать, что я вижу большую разницу между женщинами, которые используют уход, и которые не используют. Ну и в общем-то, мне ничего не осталось сделать, как спросить ее, как вы считаете, сколько мне лет? И безусловно, я понимала, что она могла, чтобы не обидеть меня, соврать, но с другой стороны, она могла, будучи специалистом в этой области, сказать, ага, вот вы не пользуетесь кремами, я сейчас вам дам побольше лет. Но в итоге, опять же, экспром ситуации заставлял меня думать, что она дала мне искренний ответ. То есть, как она считала мою внешность, так она меня и оценила. Она оценила меня на 30 лет. Она сказала, вам 30. Говорит, ну, возможно, 31 год. Это было прямо-таки ее добавление через какую-то паузу, несколько секундную. Ну и, в общем-то, я сказала с гордостью, мне 38 лет, а через несколько месяцев будет 39. Соответственно, чему я все это рассказываю? Потому что видео будет заявлено с названием «Супер голливудский пилинг». Это видео попалось мне случайно, и я поняла, что YouTube переполнен этим видео, тематикой такой. И, в общем-то, многие блогеры показали на себе. А популярность этот пилинг приобрел благодаря Виктории Бони, которая в своем инстаграме. Насколько я поняла, я не подписана на Викторию, хотя хорошо к ней отношусь, но просто я вообще ни на кого не подписана. Так вот, она показала в своем видео очень простой копеечный пилинг, и многие блогеры его протестировали, сказали, да, вау, лицо супер. И самое главное, кожа, кожа скатывается под пальцами. А пилинг действительно простой. Необходимо взять, если я не ошибаюсь, хлорид натрия, я проверю и напишу, что нужно взять. Купить это в аптеке можно, стоит это копейки, насколько я поняла, из 10 ампул упаковка стоит 80 рублей. И взять самое обычное детское мыло. Здесь, внимание, очень важно, почему детское мыло. И мало кто из блогеров объяснил и вообще вникнул, почему нужно детское мыло брать. На самом деле, это может быть любое мыло натуральное, потому что детское мыло, мы предполагаем, оно должно иметь натуральный состав. И, как правило, действительно имеет хороший натуральный состав, но подойдет любое натуральное мыло. Простое, без отдушек, если с отдушкой, то это марсилия, потому что марсилия обладает уже своим выраженным запахом. Подойдет нам любое мыло, потому что это щелочное мыло Чем дальше мы от, скажем так, классики мыловарения, тем менее щелочной будет состав у мыла Также еще и потому, что очень многие маркетологи используют вот такой ход Они пишут на своем мыле, пиаш такой-то, пиаш приближенный к нашей коже И вот здесь очень важно понимать, что мыло для этой процедуры берется, скажем так, абсолютно щелочное Которое только вы сможете найти И что дальше происходит? Вы наносите при помощи ватного тампона хлорид натрия, если я не ошибаюсь, хлорид натрия И потом очень-очень плотную пену взбиваете, взбиваете на своих руках И этой пеной начинаете делать пилинг Но вы на самом деле начинаете делать не что иное, как химическую реакцию на своей коже И меня просто поразило и удивило, но опять же, блогеры очень часто не случайно делают те или иные вещи Я могла бы сказать, ну как вы не проверили, дорогие зрители, точнее дорогие авторы И у меня здесь сомнения, возможно-то они и проверили, они прекрасно знают то, о чем я вам рассказываю Но когда ты блогер, ты действительно знаешь, как зацепить свою аудиторию Очень многие блогеры вот таким видео, пилинг за копейки, голливудский пилинг он еще называется Они действительно свою аудиторию зацепили, получили миллионные очень многие просмотры И в общем-то заработали денежки и прекрасно себе живут, никому в особенности и не навредив Так вот, что происходит? Очень многие блогеры начинают, говорят, вау, действительно, надо же, за копейки Кожа скатывается под пальцами Это не кожа скатывается, дорогие зрители Это скатывается то, что образовалось в результате химической реакции Это получается вот такой творожный осадок И ничто иное, это не ваша кожа На самом деле, когда я первый раз посмотрела подобное видео, я еще подумала Надо же, девушки, вот они ухоженные, они прямо-таки в начале видео говорят Я вот пользуюсь тут пилингом и вот здесь скрабом И я еще подумала, ну как можно такое количество, огромное количество кожи скатать на своем лице Которое периодически пилингуется, по которому периодически проходят скрабом Меня это очень удивило И потом я нашла ответ на этот вопрос, кстати Ответ на этот вопрос помог мне найти Игорь Патрин Это тоже автор здесь на ютубе Я думаю, что очень многие его знают Где он, в общем-то, тоже взял, в мисочки намешал Как и должны были сделать очень многие блогеры Возможно, как они и сделали Прежде чем на свою прекрасную кожу наносить Они поняли, что этот творожный осадок, он выпадает Без наличия нашего лица и нашей кожи Соприкосновения с нашей кожей Он выпадает прямо-таки в этой тарелочке Когда мы смешиваем мыльный раствор Очень сильно взбитый в пену И небольшое количество хлорида натрия О чем на самом деле это видео? Не о разоблачении, конечно же, нет Потому что, хотя можно было бы, кстати, сделать два видео Одно о разоблачении, а другое о другом Я на самом деле в который раз прихожу к выводу Что именно щелочное воздействие на нашу кожу Щелочной уход за нашей кожей делает нам хорошо Виктория Боня сказала очень интересно в своей трансляции Что она с 20 лет пользуется этим пилингом И вы знаете, я верю, что она с 20 лет пользуется этим пилингом Более того, я думаю, что ей действительно какой-то косметолог об этом рассказал Косметолог мог знать Мог не знать, а скорее всего, конечно же, он знал о том Как действует этот пилинг Что это не кожа скатывается Но действительно есть двоякое мнение Одно прямо-таки превалирует И вся индустрия производства косметических средств для кожи На том, что воздействие на нашу кожу должно быть кислыми продуктами Потому что сама наша кожа пиаж кислая И есть другая теория Она совершенно не популярна, о ней мало кто знает Она говорит о том, что наша кожа как раз-таки имеет кислый пиаж Относительно кого и чего? Относительно младенца Вот когда мы рождаемся, у нас есть определенный пиаж Потом он смещается в течение жизни, он становится более кислым Так вот, очень многие говорят сейчас о том Что как раз-таки кожа у нас кислый пиаж имеет Потому что мы выделяем через кожу Внимание, продукты окисления Это логично, что наша кожа Я думаю, мы все из элементарной биологии школьной Знаем, что да, мы через кожу выделяем продукты окислительные От которых наш организм освобождается И вот эта теория, другая, менее популярная Говорит о том, что нам, чтобы наша кожа была красивой И чтобы чувствовали мы себя лучше и были здоровее прежде всего Необходимо на кожу воздействовать щелочью И освобождать от кислоты, нейтрализовать кислоту, которая в нашей коже образуется И те, кто смотрит мои видео давно Знают, что я пришла к этим выводам Прочитав определенную информацию Случайно она ко мне попалась Но самое главное, я человек И я об этом много раз рассказывала уже И теперь на это всегда буду акцентировать внимание Которое много лет уже пользуется именно щелочным уходом для кожи Я говорила, что я использую соду для умывания Я использую соду для пилинга кожи головы Я использую соду для добавления в содовые ванны А вот это видео про пилинг голливудский Натолкнуло меня на очень простое, опять же, размышление и наблюдение У меня действительно в прекрасном состоянии руки И когда меня спрашивают, Яна, как вы ухаживаете за руками Кстати, у меня сейчас нет маникюра Если вы, опять же, случайно попали на канал Скажу, что я рисую И если вы вдруг приблизите мои руки Зазумите, что называется Мои руки будут не очень красиво смотреться в районе ногтевой пластины Потому что здесь постоянно остаются остатки масляной краски Которая очень тяжело удаляется Она в течение месяца удаляется И могу сказать, что я никогда не мажу руки кремом А если такая необходимость возникать Кстати, в этом году я ни разу не нанесла бипотенол Я использую только бипотенол Но мои руки действительно в прекрасном состоянии В прекрасном Учитывая, что никакие ванночки я им не делаю И никаким образом я их, в общем-то, и особо не защищаю Не защищаю внимания, опять же, снимая свой стритстайл Я рассказывала, я всегда в митингах Либо вообще без них Потому что пока наденешь, пока снимешь А я всегда в погоне за классно одетыми людьми Я вообще часто не использую перчатки Руки действительно очень мерзнут, но при этом не обветриваются У меня везде в доме кусковое мыло С рождением детей я поняла, что дети не могут намылить жидкое мыло Я поняла, что дети вообще это жидкое мыло не смывают Либо вообще не промывают руки Выдавили, тут же смыли, подстроили А если выдавили, намылили, пену образовали Они потом действительно, ну в силу своего возраста Не смывают пену до конца И поскольку дети часто берут руки в рот И тем более они едят руками очень часто Конечно же, все это попадает им в организм Я все мыло заменила на самообычное кусковое И сама перешла, того не замечая, на кусковое мыло И вы наверняка слышали, как очень многие красавицы говорят А я всегда мылом умывалась, моя кожа нормальная Не хуже, чем у моих сверстниц, которые тратят огромный бюджет на уход за своей кожей Наверняка вы такую историю слышали А моя бабушка всегда мылом умывалась, хозяйственным мылом Я не призываю всех мыться хозяйственным мылом Я не знаю его состав, он мне в руки не попадал Но это безусловно щелочь И вот про себя могу сказать, что я умываюсь водой В общем-то мылом я не умываюсь Но содой прохожусь часто по лицу Два раза в неделю совершенно точно И руки мои, вот на самом деле, в прекрасном состоянии Могу совершенно объективно сказать Суховато, но здесь нужно нанести просто либо масло Баттерши, либо бипантенол Но в плане возраста, каких-то возрастных изменений Пигментных пятен и вообще плотности кожи Могу сказать, что руки мои в прекрасном состоянии На протяжении последних шести лет После рождения габрюшечки Я точно помню, я заменила все мыло на кусковое Вот уже шесть лет я пользуюсь кусковым мылом Соответственно, это вот такая интересная информация к размышлению Да, я верю, что Виктория Боня пользуется этим пилингом И, возможно, действительно ее кожа как раз-таки хорошо выглядит В том числе и потому, что постоянное воздействие щелочи Так или иначе на ее кожу лица происходит И я думаю, что вообще этот пилинг как раз-таки И имеет такой неплохой результат для нашей кожи Не потому, что какая-то там кожа у нас каталась лишняя А потому, что мы воздействуем щелочью Щелочью, щелочью, даже не знаю, как правильно будет по-русски На нашу кожу И, соответственно, это совершенно точно Идет в разрез того понимания Как мы должны воздействовать на нашу кожу Потому что, повторюсь, если вы поинтересуетесь Пиаш уровнем ваших кремов Вы обнаружите, что они кислые И зачастую очень и очень кислые составы имеют На этом с вами прощаюсь Всегда говорю, что очень важно на привычную ситуацию Посмотреть с другого ракурса И, возможно, самим найти большую информацию Чем предлагает вам автор того или иного канала Это была Ира Скворцова Увидимся все очень скоро Желаю всем красивой, молодой, молодой, выгодящей кожи Пока-пока